Привет, друзья! Сегодня замечательный день. Я бы хотел посвятить это видео глобальному взгляду на рынок. Как принимать решение локально, искать точку входа, мы уже знаем. Делаем это с помощью HFT объемов, кумулятивной дельты, по объему, по количеству сделок, а также открытого интереса. Сегодня же мы посмотрим на рынок глобально, то есть с помощью сот отчетов, потому что я считаю, что для того, чтобы принимать взвешенные решения и ваша точка входа была более оправданной, необходимо подтверждение, подкрепление операторов, институционалов, крупных фондов, которые, соответственно, будут заинтересованы двигать цену в том или ином направлении. Или даже не двигать, а просто способствовать тому, чтобы цена продвигалась. Итак, сегодня я рассмотрю те инструменты, где позиции разошлись, то есть максимальное расхождение между операторами, хеджерами и некоммерческими трейдерами. И, соответственно, позиция некоммерческих трейдеров также должна быть подкреплена позицией мелких спекулянтов. То есть они должны стоять в одном направлении. Зачастую фонды и мелкие спекулянты, они торгуют по тренду, то есть по тенденции. А вот операторы рынка, если они владеют определенной информацией, точнее они как раз ею владеют, потому что они как раз соприкасаются с реальным товаром, с реальным спросом и предложением на этот товар. То есть я считаю, и не только я, также считает известный трейдер с более чем 30-летним опытом Ларри Вильямс, он считает, что те участники рынка, которые соприкасаются с реальным товаром, они однозначно владеют большей информацией о реальном рынке, об активе, чем те, которые, соответственно, с ним не соприкасаются. Это что касается товарно-сырьевого рынка. Что касается валютного рынка, то также операторы рынка, которыми являются крупнейшие банки инвестиционные и крупнейшие, в принципе, банки, они тоже владеют, я считаю, больше информации однозначно, чем мы с вами и чем даже те же хедж-фонды, которые оперируют на рынке. Итак, сегодня мы рассмотрим с помощью индекса сот, с помощью сот-отчетов, которые, соответственно, публикуются каждый вторник на закрытие сессии. Они передаются, эти данные, в комиссию по торговле фьючерсами, а затем в пятницу на закрытие, за полчаса до закрытия, соответственно, они публикуются, и мы сможем, можем их посмотреть, увидеть и проанализировать, то есть с задержкой в три дня. И сегодня как раз я хочу сделать обзор согласно этих отчетов. То есть для начала, для того, чтобы определить точку входа, нам необходимо знать, что в этом активе есть энергия. То есть откуда эту энергию взять? Конечно же, это должна быть борьба между основными группами участников. И вот посмотрите сейчас на серебро. Вот этот индикатор, который вы видите, розовая, синяя и черная линия, это как раз индекс сот. Вот здесь слева, посмотрите, есть данные. То есть это в процентах отображается количество покупок и продаж за последние полгода. Так вот, что мы видим по серебру, то что коммерческие трейдеры имеют 100% максимальную длинную позицию за последние полгода, а некоммерческие имеют достаточно крупную, короткую позицию. То есть этот индикатор сейчас нам показывает, насколько бычьими являются те или другие участники рынка. Также мы здесь видим, что неподотчетные, то есть, соответственно, мелкие спекулянты, они имеют также очень экстремальную короткую позицию, если брать за последние полгода. То есть их взгляды сходятся с инвестиционными фондами, хедж-фондами, институционалами, и они в данной ситуации по серебру стоят в короткую, то есть в шорте. А вот коммерческие трейдеры или хеджеры, или операторы рынка, как их называют Ларри Вильямс, они, соответственно, стоят в покупках. И это для нас хороший сигнал для того, чтобы уже искать точку входа. Но куда мы и в какую сторону будем торговать? Конечно же, мы будем открывать свои позиции в сторону операторов рынка, в сторону тех участников, которые, собственно, и владеют максимальным количеством информации по рынку серебра. Итак, как мы будем смотреть, как мы будем еще анализировать? То есть мы будем смотреть агрегированный отчет по коммерческим и некоммерческим трейдерам. Что мы здесь видим? Вот здесь, посмотрите, будут показатели по коммерческим и некоммерческим трейдерам и их изменение позиций, изменение лонгов и шортов. Так вот, здесь мы видим, что коммерческие трейдеры уменьшили свою шортовую позицию на 33%, а некоммерческие уменьшили свою лонговую позицию на 39% в этой области, после чего пошло снижение. Потому это не так мощно, как если бы это были новые лонги. Но так как мелкие трейдеры и фонды резко вошли в зону продаж, я буду рассматривать покупки по серебру с целью 16%. Почему 16%? Потому что это источник, скажем так, снижения, который был 1 февраля 2019 года. И эта зона может выступить областью сопротивления. Потому, когда будет точка входа, соответственно, я буду покупать и рассчитывать на то, что движение состоится в область 16%. То есть, будет ли оно продвигаться дальше, неизвестно. Но, по крайней мере, это для нас будет точка выхода из наших лонгов. Итак, поехали дальше. А дальше у нас на повестке дня это австралийский доллар. Итак, австралийский доллар. Что мы видим? Здесь ситуация подобная. Тоже мы видим экстремальные шорты по некоммерческим и неподотчетным участникам. И также экстремальные лонги по хеджерам. В понедельник, вот, 16.03. произойдет экспирация контракта. Это тоже очень нужно учитывать. Но, вот, что касается соточетов, так этот индикатор, этот показатель, он учитывает позиции по всем контрактам фьючерсным. То есть, если на одном контракте убывает, и трейдеры перекладываются в следующий контракт, на следующем контракте, соответственно, прибывает. Потому он не чувствительный, скажем так, к экспирациям. Также он учитывает позиции по опционам лонги и шорты. И очень информативные в такие периоды, потому что мы видим очень сильное падение открытого интереса, когда это происходит в период перед экспирацией. Также рост открытого интереса, если это происходит начало контракта. Но это не чувствительно и не влияет на соточеты. Потому что соточеты, они отображают общую позицию по всем фьючерсным контрактам и по всем опционным контрактам. Затем, что мы делаем? Мы переходим и смотрим агрегированный отчет. Какие же все-таки позиции? Нарастили трейдеры позиции, либо же сократили? И что мы видим? Что и коммерческие, и некоммерческие нарастили свои позиции. Вот это для нас очень благоприятно, очень интересно. То есть, как вы видите, 33% увеличение лонгов по коммерческим трейдерам и на 17% увеличились шорты по некоммерческим. Вот в этой области. Соответственно, мы будем рассматривать эту область как цель и будем искать точку входа, конечно же, на покупку. Лонг-приоритет у нас будет, получается, с целью 0.6550. Вот к этому диапазону. Давайте посмотрим еще более детализированный отчет. Что же тут нам показывают? Итак, смотрите, неподотчетные, то есть мелкие спекулянты, они увеличили очень сильно количество шортов на 354%. Было 2300 контрактов шортовых и стало 10600 контрактов. То есть, практически в 4 раза увеличили свою шортовую позицию. Даже если они сейчас в плюсе, то они будут крыть свои шорты, что спровоцирует движение по австралийскому доллару наверх. Так, поехали дальше. Сегодня у нас будет 6 инструментов, по которым именно происходят сейчас экстремальные точки в позициях. Швейцарский франк. Итак, швейцарский франк у нас напротив находится до сих пор в восходящем тренде. То есть, получается, что некоммерческие трейдеры и неподотчетные находятся в экстремальных покупках. При том, что коммерческие в экстремальных продажах. Кстати, чтобы убедиться, что цена действительно неравнодушна к таким ситуациям, можно посмотреть историю и посмотреть, когда действительно и мелкие трейдеры, и фонды занимали экстремально длинную позицию по швейцарскому франку. Вот ситуация на самом максимуме. То есть, вот перешли и фонды, и мелкие трейдеры в экстремальные покупки, после чего пошел даунтренд по швейцарскому франку. Так, потом длительное время такого не было разногласия. Вот здесь снова ситуация, где сначала вышли в экстремальную зону покупок, вышли фонды, и затем за ними мелкие трейдеры. После чего пошло снижение. Не такое сильное, но, по крайней мере, шортить было лучше, чем покупать. Это однозначно. Итак, где еще была такая ситуация? Вот здесь был выход, вот выход в эту зону перекупленностей. И, соответственно, здесь тоже мы видим, что, в принципе, был шорт-приоритет более логичен, чем покупки. Итак, давайте посмотрим агрегированный отчет. Что мы здесь видим? Вот, смотрите. Коммерческие было 5000 контрактов в лонг. И вот последний отчет, это минус 5000 практически контрактов в шорт. То есть, кардинальное изменение направления позиции. Соответственно, мы это будем все-таки рассматривать, брать во внимание и искать точку входа на продажу. Давайте посмотрим дезагрегированный отчет по всем участникам. Вот, смотрите, здесь особенно произошло увеличение позиций неподотчетными. То есть, количество лонгов. Причем, очень резко. У них было минус 11000 контрактов. А сейчас у них 3000 в плюс. То есть, соответственно, где-то на 15000 контрактов у них увеличилась позиция. То есть, они мало того, что сократили шорты, так еще и нарастили лонги. Потому это однозначно приоритет у нас будет шортовый. Посмотрите на дилеров. Дилеры на 3200% увеличили позицию шортовой. То есть, соответственно, у них даже вот лонговая была 428 контрактов, а стала шортовая 13464 контракта. А все остальные, тем не менее, стоят в лонгах. Я вам скажу так, что с дилерами обязательно нужно считаться, потому что это ребята, которые владеют информацией. Это Голдманы, Морганы и крупные инвестиционные банки, крупные банки и другие маркетмейкеры. Потому очень часто, когда в пиковых значениях рынка они удерживают всю позицию фактически остальных участников, соответственно, это большая вероятность, что произойдет разворот на рынке. Это дает нам возможность склонять вероятность в нашу сторону. Но, как говорит Линда Рашке, никто на этом рынке не знает на 100% куда он пойдет. Потому не нужно это рассматривать как обязательное руководство к действию. И что если у дилера в шорты, соответственно, вы работаете в шорт. Конечно, приоритет у нас шортовый, но мы ищем точку входа с наилучшим соотношением риск-прибыль. Для того, чтобы вот эту энергию использовать. Так как крупные участники, они рассчитывают на более сильные движения. И потому, понимая эту ситуацию, мы ищем точку входа. И затем ждем хороших целей, хорошего потенциала движения за счет этой энергии и за счет цели крупного капитала. И потому статистически мы получаем преимущество в таких ситуациях. То есть крупные деньги рассчитывают на крупные движения. И наша задача сделать ювелирный вход с хорошим соотношением риска и прибыли. Получается, по франку у нас все-таки шорт-приоритет на откате. Итак, поехали дальше. Канадский доллар. Здесь мы видим то же самое. Фонды и мелкие трейдеры занимают одну позицию. В данном случае это шортовую. И коммерческие трейдеры и операторы занимают лонговую позицию. Экстремально лонговую позицию. Итак, сначала агрегированный отчет. Смотрим. То есть длительное время позиция не меняется. Но вот посмотрите здесь. Вот коммерческие у них была минус 61 тысяч контракт на шорт. Некоммерческие 37 тысяч 900 на лонг. Соответственно, они сократили свои позиции. После чего уже цена пошла вниз. То есть большинство, они не заработали, потому что преждевременно, опять же таки, закрыли позицию. Потому мы ищем точку входа здесь на бай, но с меньшим энтузиазмом. Так как все-таки это не новые позиции были открыты. А вот все это время происходило закрытие позиции. Вот в таком ключе. Итак, пятый инструмент у нас это платина. Платину очень сильно, очень активно покупали. И смотрите, достаточно длительное время. Вот синяя линия. Фонды, хедж-фонды, они набирали длинную позицию по платине и рассчитывали на более сильный рост. Плюс рост палладия, конечно же, подталкивал инвесторам к тому, что платина будет сходиться с палладием. И они покупали очень активно. Но он не оправдал ожидания. И случилась достаточно сильная коррекция. Вы видите, что это установлен минимум за два года. Может даже и больше. И здесь уже ситуация поменялась. Абсолютно противоположную. Коммерческие трейдеры занимают экстремальную длинную позицию теперь. И фонды и мелкие спекулянты короткие. Но это произошло, конечно же, как вы догадались, из-за закрытия позиций. Вот посмотрите на агрегированный отчет. Вот здесь какая крупная позиция была. 77 тысяч контрактов на 69 тысяч. И сейчас все это сократилось более чем в два раза. Так вот, так как платину долго и много покупали и сейчас вышли с убытком, то я буду все-таки рассматривать точку входа на покупку, потому что массовая фиксация убытков обычно это предшественник движению в ту сторону, куда, в общем-то, все и планировали, что она пойдет. Потому буду рассматривать однозначно по платине покупки. Давайте посмотрим на закуску еще и дезагрегированный отчет. Что он нам здесь покажет? Вот посмотрите, как по черной линии, это не подотчетная. Было у него около 9 тысяч контрактов, и все это дело они сократили, видите? Тут на 22%, потом еще на 9%, то есть более чем на 30% сократили свои позиции, и фонды также занимались вот на 52% сокращением позиций. То есть, ну, выход с убытком однозначно, потому что если держались лонги, на падении они выходят, они выходят с убытком. И сейчас уже по более выгодным ценам мы с вами, получив локальную точку входа, можем заходить на покупку. Итак, последний инструмент, который мы будем рассматривать, в котором из фьючерсов на данный момент трейдеры заняли разнонаправленные позиции, это у нас будет медь. Вот, посмотрите на медь. Мелкие спекулянты и фонды занимают экстремально шортовую позицию, а институционалы лонг. Итак, давайте посмотрим на агрегированный отчет. Вот, здесь мы видим, что вот в этой области шел набор позиций, увеличение позиций, причем очень сильное. Как вы видите, коммерческие трейдеры шорты были минус 12300 контрактов, а стали, перевернулись и стали полностью в лонг, то есть 40 тысяч контрактов в лонг. И некоммерческие, напротив, заняли шортовую позицию, при том, что у них была лонговая позиция. После этого рынок сходил вниз. Я так думаю, что вынесли каких-то пассажиров все-таки, и сейчас будет уже лонг-приоритет. Честно говоря, я уже в четверг купил опционы по меди, так как мне это показалось очень хорошей ценой, очень хорошей ситуации, но так как из-за неопределенности, вы знаете, на рынке, из-за волатильности, паники и так далее, я не вижу, где поставить стоп-лосс. Когда я не вижу, где поставить стоп-лосс, я беру опцион. И если я вижу, что потенциал есть, потому упускать движение мне очень не хочется. И в этом случае я использую опционы для того, чтобы все-таки поучаствовать в этом движении. Итак, пожалуй, все. Мы рассмотрели шесть инструментов, по которым основные группы участников имеют разнонаправленные экстремальные позиции. Напомню вам, что SOT это единственный в мире доступный индикатор, который показывает нам, какие все-таки позиции занимают определенные группы трейдеров, то есть сентимент участников. Это для нас очень важно, для того, чтобы понимать глобальную картину. То есть нам для принятия решения нужно крайнее несогласие между группами участников насчет будущих цен, для того, чтобы найти точку входа и иметь энергию, чтобы эта точка входа реализовалась с наибольшим потенциалом. Желаю вам отличной торговой недели и будьте осторожны на такой волатильности, потому что очень важно для трейдера это не потерять капитал, сберечь его для того, чтобы поучаствовать в тех ситуациях, когда придет благоприятная возможность, понятная для вас и с наилучшими параметрами и соотношением риск-прибыль. И тогда в этот момент максимально задействовать свои ресурсы. В этом как раз состоит трейдерская мудрость. Удачных вам красивых сделок и на связи!